Декоративная косметика на самом деле это та группа продуктов, которая до сих пор была незаслуженно, не часто отмечена нами, и поэтому сегодня я расскажу вам именно о ней. Для начала давайте представлюсь. Как вам уже сказали, я зовут Ирина Волкова, и я счастливый студент трех бизнес-школ в своей жизни. Моя первая бизнес-школа – это академическое бизнес-образование, которое я получила в Англии. Это МГИ, это специальности маркетинговых стратегий в школе бизнеса «Орик». Один из самых основных моментов, за которые я благодарна этому периоду в своей жизни – это диссертация, которую я писала как раз-таки по декоративному рынку, по рынку декоративной косметики России. Вторая моя бизнес-школа – это школа традиционного бизнеса, традиционного семейного бизнеса в декоративной косметике. Здесь мой опыт составляет уже более десяти лет, из них шесть лет, из них четыре года я работала в розничных продажах, и шесть лет занималась разработкой новых продуктовых линей декоративной косметики и их маркетингом. Ну, что я вам могу сказать, очень интересная, очень перспективная индустрия, но, к сожалению, школа традиционного бизнеса – это школа выживания, а не школа бизнеса как таковая. Ну, и третья моя школа бизнеса – это бизнес ЛР, это школа системы ЛР-21, это моя самая любимая бизнес-школа. Надеюсь, вам тоже нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ Год назад мой старший партнер, моя подруга Александра Эльматова меня пригласила в этот бизнес. Спасибо тебе огромное за это, Саш. Безмерно благодарна. И могу вам сказать, мне есть с чем сравнивать. И ЛР – это не просто путь к финансовой свободе, это не просто замечательный радушный коллектив, это не просто качественный продукт. Это, по моему опыту, на мой взгляд, единственная реальная школа бизнеса, школа личностного роста. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть набор ведущих фабрик по производству декоративной косметики. Фабрик Кастл и Шланг Косметикс – это два ведущих производителя контурных карандашей и подводок. Это оба немецкие бренда, они безусловно заговорочные лидеры по качеству, ни одна другая вообще компания в мире не сравнится с ними по качеству, это по личному опыту. И при этом они примерно пополам между собой делят этот рынок. В ЛАПах и уходах за ногтями заговорочными лидерами являются компания ФИАПЛО и Косметикс, точнее ее подразумение International Lakers. Оба также примерно пополам делят данные образцы. Это Франция и Люксембург, соответственно. Компания ЛАФОН – это итальянская фабрика, которая специализируется на производстве туши методом фулсервиса, я вам чуть позже расскажу более подробно. Это один из лидеров производства туши для ресниц. Кстати говоря, компания Гейл Косметикс также имеет подразделение социализирующие производства туши для ресниц. Ну и есть целый набор компаний, основные я вам сейчас покажу, которые производят тональные основы, пудры, тени, румяна, помады, гресли для губ и так далее. Это Хромовис, это ТФ, ГОТА, Технокосмиссию, Кефл Каллос и Интеркос. Чтобы вы понимали, на собственном опыте это лучший из лучших. И то, что это лучший из лучших, подтверждает не только мой личный опыт, но и тот факт, что все ведущие мировые бренды, в том числе люксовые, такие как Диулор, Шаней, Сислей и Сен-Лоран, они все производят свои продукты декоративные на этих фабриках. Все. Ну и сейчас я прошу внимание на экране, я вам покажу, с какими из этих фабрик сотрудничает ЛР, каким из этих фабрик ЛР доверяет производство своей декоративной косметики. Вот они. Ну а один, лучший из лучших, цвета только. Оружие номератив любой женщины, это первый предмет в косметичке любой дамы. Я думаю, девушки с вами согласятся. И в плане производства это один из самых сложных продуктов. Почему? Потому что недостаточно выбрать качественную массу, недостаточно найти удобную кисточку. Нужен целый комплекс. Флакон, кисточка, масса и вайпер. Вайпер это то, что вы отжимаете с кисточки, когда вы ее вытаскиваете из флакона. Почему важна масса? Ну, здесь все понятно, да? Масса обеспечивает цвет, обеспечивает эффект, обеспечивает гипоаллергенность, если это качественная масса. Стоимость и так далее. Флакон, в зависимости от того, из какого материала выполнен флакон, и в зависимости от того, насколько он совместим флакон и масса, тушь будет храниться меньше или дольше. Она может храниться и не осыпаться полгода или пока вообще не закончится, а может всего неделю послужить. Такие случаи тоже бывают. Именно кисточка важна. Это эффект, это удобство нанесения. Вайпер обеспечивает легкость нанесения и предотвращает склеивание, если он правильно подобран, либо, наоборот, недостаточно прокрашивание. Так вот, разработка подобного комплекса – это занятие не одного месяца и даже не одного года. Именно поэтому LR доверяет производство своей туши той компании, которая предоставляет весь комплекс. То есть тот самый фулл-сервис, о котором я говорила в самом начале, да, переводит с английского полный сервис, полный комплекс услуг. То есть производит и массу, и полностью весь флакон с вайпером и с кисточкой. И тысирует, и тогда, да, ми. Для обеспечения лучшего результата. В данном случае LR выбрала подключенный тольятток у Fabric Lafon, как я уже говорила, и косметик из Люксембурга. Тоже один из самых художных продуктов – карандаши и подводки. Думаю, девушки тоже меня поддержат в этом. Fabric Castle производит карандаши и подводки для LR, как для Colors, так и для Deluxe. Друзья, я за 6 лет своей практики в разработке декоративной косметики честно очень пыталась найти среди итальянских производителей, у которых по цене более привлекательное предложение, скажем так, замену вот этому производителю Fabric Castle не нашла. Ну и нету. Оказалось, что в данном случае, как и во многих других, немецкое качество незаменимо. Благодаря ей затачивающиеся затачивающиеся карандаши и Colors, они… Корпус состоит из канадского кедра, что позволяет наиболее долго сохранить стержень, да, внутри. Есть также автоматические карандаши, они, кстати, в Deluxe. Они, кстати, тоже затачиваются. Есть такой маленький секретик, маленькая точилочка, позволяет проводить тонкие линии. У меня есть же такие подводки в виде фломастера в Deluxe, в виде классического бутылка в Colors. Тут каждый выбирает сам для себя, чтобы больше удобно. Основа под макияж – это одна из самых сложных, на мой взгляд, тем в разработке декоративной косметики. Почему? Потому что тональная основа должна не просто выполнять функции маскировки, удовлетворять вас в этом смысле, но и не должна создавать эффект маскировки, не должна закупорить полюс, она должна быть комфортно и целый день. Естественно, ЭЛА использовали предыдущего производителя – это Эльберкос. Это самая крупная итальянская фабрика. И, на самом деле, всем рекомендую попробовать тональный крем Colors, тональный крем Deluxe, в зависимости от того, насколько интенсивная мастерация вам необходима. Это просто бомба. Ну и рекомендую очень попробовать консилеры. Их производит Faber Castle, это также видит в производстве консилеров. Это ваша палочка-поручалочка в борьбе с синяками под глазами и стойная другая под глазами и другими несовершенствами вообще кожи. Пудры и компакты. На самом деле их огромное множество. Здесь на что-то еще обратить внимание. Вообще, компактные продукты – пудры, тени, румяна – они все являются визитной карточкой любого бренда. Именно поэтому у этой девушки, когда за чуть-чуть используют такой продукт, как зеркальце, в общественном месте открывают его. Поэтому он должен выглядеть красиво. И посмотрите на Deluxe, посмотрите на Colors, посмотрите, как они потрясающе эгономичны, как они красиво выглядят, просто конфетка, загляденье. Ну и опять хочу отметить, смотрите, какое количество фабрик занимается производством этой продукции. Это не одна и даже не две фабрики. Это говорит о чем? Это говорит о том, что LR действительно выбирает для каждого вида продукции лучшего из лучших. И, ну, не секрет, есть такой закон рынка, экономия на масштабах, в данном случае масштабах производства, а также есть еще, ну, определенную роль играет лояльность в отношениях между заказчиком и клиентом. LR, ну, естественно, получил бы, я думаю, приличный скрипт, если сортимент своей компактной продукции заказал одного производителя. Однако это не тот метод, который компания выбрала для обеспечения привлекательной цены для конечного потребителя. Компания заказывает свои продукты у четырех основных фабрик. Это Хромовый с технокосмиссией Космода. Это итальянские фабрики. Четвертый интерпос, да, вот этот вместе с интерпосом, четыре ведущие итальянские фабрики. И «Фелл Каллорс» — это немецкая фабрика, которая специализируется непосредственно на разработке продукции с ухаживающими специальными свойствами. Лайк и уходы для ногтей тоже одна из самых популярных категорий. Компания «Лайк» выбрала для производства этого продукта фабрику и косметику, точнее ее подразделение International Lakers в Люксембурге находится. Это один из двух мировых лидеров, как я уже говорила, на ровне с яблой. Одна седьмая производства готовой продукции в мире, то есть распособленных к уходу для ногтей и лаков, всех цветов радуги, приходится на эту компанию, на эту фабрику. При этом сырье, то есть по статусному сырье, то есть база под лак, любая небольшая легкая фабрика может навести свои цвета на эту базу. И «Лайк косметик» International Lakers обеспечивает половину таких маленьких фабрик сырьем в мире. Половину. Это, на мой взгляд, просто стальной аромат в пользу качества данной фабрики. Ну и помимо этого, косметики практически ровесники с LR, да, компания существует и непрерывно совершенствуется, развивается с 1984 года, и поэтому это есть все основания и виды в ряде. Немножко, прям, буквально два слова о костях для макияжа. Это кисти ручной работы, эксклюзивные. Их в наборе 8 штук. Вскоре этот набор появится у нас в России. Друзья, мне посчастливилось рвать в Киеве один из двух. Я попробовала, они реально классные, это просто бомба. Я вам всем очень рекомендую, будет возможность, приобретайте. Просто шикарные кисти. Ну и затронем вопрос цены и качества. На самом деле, про качество мы уже поговорили, да, мы первоклассные. Думаю, все меня поддержат в этом. Цена, как известно, с индустрией MLM, индустрией прямых продаж, как раз таки привлекательна тем, что позволяет обеспечить доступные цены, в отличие от люксовых, например, брендов. Поэтому до привода LR было так, было два варианта у женщин. Либо за вечные деньги покупать качественную люксовую продукцию декоративной косметики, либо жертвовать качеством в ущерб своему здоровью, зачастую и своему комфорту, в пользу более удобоваривой цены, скажем так. LR – это бренд номер три. LR позволяет не идти на компромиссы и пользоваться самой качественной косметикой по доступной цене. Не идите на компромиссы и пользуйтесь декоративкой от LR. Для этого я вам сейчас покажу несколько примеров, какую цену вам бы пришлось заплатить за это качество, если бы не LR. Мы специально, буквально два месяца назад, провели просчет, как называют, проверили все цены. И все же здесь представлено, все сравнение – это либо мой личный опыт до LR, пользования продукции, либо личный опыт моих подруг, моих близких. Объяснительно туши для ресниц. Единственный сравнимый по качеству вариант – это тушь Yves Saint Laurent и тушь Dior. При этом, видите, разница в цене – полтора раза. Причем я, как производитель, могу вам сказать, что сравните упаковку Deluxe и упаковку Saint Laurent туши. Они практически одинаковые. Разницы в цене упаковки также нет. Поэтому, поймите, вы переплачиваете за наценку, а не за качество какое-либо, или красоту. Контур для эко-губ. Единственные затачивающиеся и автоматические контурные карандаши, которые более-менее сравнимы по качеству с LR – это Chanel. Ну, разницу в цене вы увидите сами, да? Два раза. Два, три с половиной раза. И точно так же подводку фломастера, единственную, вообще нормальную подводку, жидкую, я нашла в Санна-Ран. Подводку фломастера или фломастер – неважно. И, опять же, сравнивая цены, вы видите, огромная разница. Основа под макияж. Я честно очень долго, это вообще был мучительный для меня процесс. Я очень долго пыталась найти подходящую основу под макияж, подходящий тональный крем. В итоге я остановилась на тональном креме Forever от Dior. Более-менее меня устроила. И, к своему изумлению, искреннему, абсолютно, в LR я нашла для себя идеальный вариант, который в четыре раза дешевле. Каллорс. Ну, хорошо, можете согласиться. Например, у Каллорс упаковка пластиковая, а у Dior стеклянная с ростингом, матовое стекло. Хорошо, сравним. Приминальное качество томаси Deluxe, наверное, например, и точно такую же стеклянную упаковку с ростингом, матовое стекло. Правильно-то? Сами видите. Полтора раза. Ну, пудры компакты и так далее, их огромное множество. Я хочу вам здесь акцентировать внимание на двух самых интересных вариантах. Это пудра Бронзаж в шариках и Мультикалор пудра. Оба вида пудры я нашла только в Герлен на рынке. И, соответственно, по цене пудры в шариках Герлен вы можете купить четыре пудры Каллорс. А вот тут еще хочу ваше внимание обратить на такую чудесную пудру за 6 тысяч рублей. Видите? Кто из вас вообще когда-нибудь покупал такую дорогую пудру? Нет? Было дело. Так вот. У нас в ВЛР есть в Delucy точно такая же по эффекту пудры, но если вы не сравниваете свой рисунок, да, она абсолютно тот же эффект имеет. Так вот за полторы тысячи рублей. Разница в четыре раза. А при этом вот эту пудру, которая за 6 тысяч рублей, вы 65% стоимости платите за упаковку. А дизайн, кстати говоря, тоже не сильно отличается по дизайну. Так что, ну, выбор за вами, как говорится. И билеты за упаковку – это, наверное, один из самых вообще расхожих продуктов в 8000 долларов, чем мы особенно часто пользуемся. Соответственно, они у нас особенно часто заканчиваются. И нам приходится особенно часто покупать. Именно поэтому экономия на этом продукте – это существенный вес в бюджете имеет. Так что, если вы посмотрите, ну, самый приятный по качеству бреда для губа, на мой взгляд, это Шанель, который более-менее схож по эффекту на губах с бредом Deluxe. И вы видите, что, ну, бюджет бреда для губов, если заменить, замечу, без ущерба качеству бреда Шанель на бреда для люкс, будет это 50% вы сохраните в своем кармане. Спасибо, Элерт. Ну, конечно, ни для кого не есть секрет, что Элерт представляет своим партнерам и постоянным потребителям скидку. Причем, это скидка от 28 до 50%. И, окей, такие крупные сети магазинов, как «Ливгош», «Деботтел», «Литуаль», они тоже имеют свои рисованные программы для постоянных клиентов. Но давайте мы их сравним. Скидку от 28 до 50% в ЛР мы получаем при заказе на сумму от 1400 рублей, меньше 2000 рублей. А «Ливгош» максимальную скидку в 30% мы получим, если закажем на 10000 рублей. Есть разница?